Здравствуйте! На портале Экзегет Тру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 12 стих 12 главы Евангелия от Луки. Христос предупреждает учеников о том, что им предстоят испытания, их поведут на суд не в качестве свидетелей, но в качестве виноватой стороны. Они будут преданы суду, в синагогах, у начальства, у властей. И он предупреждает их, когда приведут вас в синагоге к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить вам. Вот этот образ о том, что Святой Дух научит учеников в решительный час испытаний, что нужно говорить. Более того, он предаст их словам в силу свидетельства. Они уже не будут жертвами насилия, но они станут свидетелями, потому что их слово получит какую-то новую силу, которая будет совершенно неведома для их палачей. И нечто подобное Христос говорит в 21 главе Евангелия от Луки. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся вам. Я сам дам вам уста и премудрость, которой никто не сможет ни противоречить, ни противостоять. Но прежде всего, мне хотелось бы поставить акцент на словах «не тревожьтесь», «не испытывайте заботы и попечения». Эти слова всегда вызывают в памяти образ птиц небесных и лилий полевых, потому что когда Господь говорит «не тревожьтесь», Он обращает нашу мысль прежде всего к образу Божественного Отцовства. Когда вы видите полевые лилии или беззаботных птиц, которые получают на каждый день необходимую пищу для них и при этом сохраняют веселость, беззаботность и какое-то нищету духа, какое-то особое блаженство, что вы видите? Вы видите беспечность? Нет. Надеюсь, вы видите любовь Бога Отца, который заботится о своем творении, даже о воробушках, о полевых лилиях, тем более в его глазах бесценен человек, и как любящий отец он сумеет позаботиться о нас. Поэтому этот образ «не тревожьтесь, не заботьтесь» прежде всего возвращает к мыслям об отцовской любви и заботе Бога. И, конечно, может быть, самый радикальный момент – это момент испытаний. Как нигде в другой момент, именно в момент испытаний, божественная любовь в себя явит. Отец Небесный откроет себя как любящий отец. И в этом может быть самый глубокий парадокс и самое совершенное проявление этой любви. Именно в этот момент отец по-настоящему знает, в чем мы нуждаемся. Он знает нашу нужду и не оставит, не бросит нас именно в этот трудный момент. Поэтому, особенно когда мы оказываемся в самых стесненных обстоятельствах, в самой страшной нужде, пусть эти обстоятельства порождают в нас не чувство страха, боязни, тревоги, но, наоборот, обернуться чувством полного доверия, спокойствия именно в те моменты, когда мы ощущаем свое полное бессилие. В другом месте Христос говорит о том, что давлеет дневе злоба Его. Имеется в виду, что завтрашний день сам о себе позаботится, поэтому не нужно заботиться о завтрашнем дне. И здесь речь идет уже не просто о завтрашнем дне и не о сегодняшнем дне, а о часе, о моменте. Потому что момент испытаний, искушений – это всегда момент, когда время сжимается. Наоборот, иногда оно бежит слишком медленно. Такое впечатление, как будто оно вообще остановилось. Остановилось в том смысле, что его стальные тиски сжимают нас, как никогда. Именно в этот момент нужно испытывать максимальное доверие и, безусловное, веру Богу, вместо того, чтобы испытывать тревогу. Даже в комнате пыток. Конечно, легко сказать «не тревожьтесь». Но разве нам с вами не бывает страшно, даже просто, когда нас вызывают к доске в школе, или когда нам нужно выходить на сцену, или что-то произносить важное? Как нам совладать со страхом в более ужасных обстоятельствах? Может быть, Господь требует от нас слишком многого, и это совсем не по силам нам? Но Он не требует от нас ничего сверхчеловеческого. В том-то и дело, что здесь Он дает обетование. Он не требует от нас, как некое условие, которое мы должны исполнить, Он что-то нам предлагает. И это обетование становится не менее потрясающим. В тот момент, когда ваши человеческие силы иссякнут, в этот момент Святой Дух будет говорить за вас. И сила этих слов бесконечно превзойдет все, что вы по своим человеческим силам могли бы вложить в свои слова. И это может быть самый потрясающий призыв к вере. Потому что, когда говорят «вера», вера – это относится к каким-то убеждениям, к какой-то идеологии. Нет, вера – это прежде всего бесконечное доверие и открытость сердца. И она проявляется, конечно, в моменты гонения, тревоги, ненависти, злобы, опасности смерти, которая нас подстерегает. В Евангелии, если вы обратили внимание, Господь довольно редко упоминает имя Святого Духа. Например, в Евангелии от Луки очень редко употребляется. А в книге «Деяния», которая написана также евангелистом Лукой, об этом говорится гораздо чаще. В посланиях апостола Павла и в посланиях апостола Иоанна тоже очень часто говорится о Святом Духе. В Евангелии это происходит гораздо реже. Почему? Вероятно, потому что Христос предпочитает, чтобы мы сами увидели, как Святой Дух действует в нашей жизни. Потому что если мы просто знаем об этом понаслышке, то как будто уже кто-то на нас повлиял. И очень часто слова остаются просто словами, и мы очень часто повторяем чужие слова, и они не становятся нашими. Но поэтому Христос и умалчивает иногда о Святом Духе, для того, чтобы мы могли сами увидеть Его присутствие, Его дыхание, Его силу в нашей жизни. Не на словах, а на деле. Ириней Леонский говорит о том, что Сын и Святой Дух – это две руки Отца. Замечательный образ для тех, кто интересуется богословием Пресвятой Троицы. И в Евангелии мы тоже видим, что Иисус Христос, Иисус из Назарета и Святой Дух – как будто два посланника. Они посланы своим Отцом, и они вместе творят чудеса. Потому что Христос совершает чудеса исцелений, Он проповедует, и Его слова услышаны именно потому, что в этот момент действует Святой Дух – Дух Отца. И в Евангелии нередко упоминается о том, что Иисус движим Духом Святым. Святой Дух Его гонит в пустыню, Святой Дух Его сопровождает в молитве. Когда рядом с нами Святой Дух, то мы по-настоящему можем воскликнуть «Иисус Господь», как говорит апостол Павел. Но при этом они как будто не пересекаются. Они тождественны, но не во всем тождественны. Они едины. Может быть, правильнее было бы говорить о единстве, но не тождественны. Святой Дух – это Дух воскресшего Христа. И я говорю об этом, потому что очень часто мы встречаемся с такими интересными заблуждениями. Они восходят к Иохиму Флорскому средневековому мистику, который заронил в сердцах многих людей такую идею о том, что был некогда завет Отца, и это Ветхий Завет, образ какого-то жестокого Бога, может быть, слишком человеческого, который затем упраздняется, и на его смену приходит завет Сына, и это Новый Завет. И как будто после этого должна наступить новая эпоха, новое царство, завет Святого Духа. И это заблуждение всегда опасно тем, что оно разлучает Иисуса Христа и Святого Духа, как будто Святой Дух должен восполнить то, что не смог совершить Сын. Но в действительности это абсолютная ересь, абсолютное заблуждение. Всегда, когда Иисус Христос совершает чудеса, вместе с Ним действует Святой Дух, и Святой Дух – это Дух воскрешего Христа. Но, к сожалению, особенно на Западе, богословие пошло по пути богословия Сына, и слишком много говорится о Сыне, и слишком мало говорится о Святом Духе, настолько, что, говорят, Святой Дух со временем стал великим незнакомцем. В отличие от Запада, на Востоке христианство всегда жило с этим ощущением присутствия Святого Духа. Итак, когда в Евангелии Христос говорит «Я дам, я пошлю Святого Духа», это означает, что Святой Дух является духом и Отца, и Сына. Это не просто какая-то новая сила, которая продолжит дело Христа, Святой Дух, это дух премудрости, которую дает Иисус Христос. И особенно ярко мы это видим в книге Деяний, в шестой главе, когда рассказывается о мученичестве архидиакона Стефана. Именно перед лицом смерти, в момент последней агонии, Святой Дух наполняет его силой, и его проповедь становится настолько убедительной и сильной, что в сердце такого закостенелого гонителя христиан, как Савл и Старса, пробуждается нечто. И мы узнаем, что гонитель станет ревностным апостолом, станет Павлом. Пример того, что Святой Дух есть некая сила, пришедшая свыше, которую Христос в момент расставания со своими учениками обещает послать на них, наполнить силой этого духа, их свидетельства. И особенно ослепительным образом, конечно, мы это увидим в День Пятидесятницы. Поэтому слова Христа не остаются просто каким-то обещанием или предметом отвлеченных рассуждений, они имеют конкретное применение. В действительности, если мы обратимся к свидетельствам людей, которые прошли гонения, испытания, лично я себя не считаю в праве поучать тех, кто сейчас находится в камерах пыток, перед лицом смерти, перед испытанием огнем, потому что сам этого не испытал. Но я могу повторить то, о чем говорится в Евангелии. И слова Евангелия всегда обладают колоссальным реализмом. Но наверняка вам приходилось слышать многочисленные свидетельства людей, которые были в сталинских лагерях или в концентрационных лагерях, которые не были сломлены, несмотря ни на какие пытки и гонения. И очень часто можно услышать свидетельства не только тех, кто рядом с ними были заключенными, узниками, но и свидетельства самих палачей. Для самих палачей это была невероятная загадка. Они прекрасно знали, что человека можно манипулировать, человека можно сломать, человека можно вывернуть наизнанку, как выворачивают перчатку, потому что человек существо хрупкое. Но почему-то, когда дело доходило до верующих христиан, было очень трудно их сломить, почти невозможно. И это иногда повергало в отчаяние самих палачей. Это потрясающее подтверждение того, что обетование, которое дает Христос в этих словах, в действительности облагает абсолютной реальной силой. И победа палачей будет такой же призрачной, как победа Анны и Каиафы над самим Христом. И главный секрет этой силы, этой сверхчеловеческой силы, состоит в вере. Вера — это живая связь человеческого сердца с источником жизни, с воскресшим Христом. И когда есть эта связь, то эта сила передается и человеку. И тогда даже самые обычные заурядные люди, которые не являют в обычной жизни никаких чудес героизма, могут рассчитывать на то, что в самый нужный момент Святой Дух придет на помощь и будет говорить в нас всякий раз, когда это будет необходимо. Для этого достаточно лишь предоставить ему эту возможность. Мне очень часто вспоминается один епископ, настоящий старец, который всякий раз, когда ему нужно было принять какое-то трудное решение, например, строго наказать провинившегося священника или принять какое-то другое трудное решение, всякий раз проводил час-два просто в молитве перед иконами. Молчаливо он стоял в ожидании того, что Христос даст ему мудрость и даст ему совет, как правильно поступить в той или иной ситуации. Мы не ищем ответов в книгах, мы не должны прислушиваться голосу людей, которые хотят на нас повлиять, повлиять на наши решения, но самое лучшее в молитве попросить у Бога дать свою мудрость, потому что Господь дает мудрость тем, кто у него этого просит. И в этом и выражается та отеческая забота Бога Отца. Эта забота, эта нежность Отца никоим образом нас не должна приучать к какой-то розовой беспечности, к романтизму, к умилению, точно так же, как обетование Святого Духа не должно нас поощрять к праздности и лени. Потому что Святой Дух действительно готов сделать за нас очень многое, но самую главную часть все-таки принадлежит сделать самим нам. На портале Exeget.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.